В течение ноября 1941 года наши войска вели бои с противником на всех фронтах. Особенно ожесточенные бои происходили на Калининском и на одном из участков Юго-Западного фронта — Совинформбюро. После провала Блицклига летом 1941 года немецкое командование разработало план операции по захвату Москвы под кодовым названием «Тайфун». В ходе нее немцы предполагали мощными ударами группы армий «Центр» при активном участии трех танковых групп окружить и уничтожить в районе Брянска и Вязьмы основные силы войск Красной Армии, а затем стремительно обойти Москву с севера и юга с целью ее захвата. В ходе оборонительного этапа московской битвы советское командование навязало противнику войну на истощение. В октябре, захватив «Орел», «Карачев» и «Брянск», танковые дивизии Гудериана рассекают Брянский фронт. Уler, «Караш» нариен的 треницей比較 boring, «Митарары тренировтрет animatoria», «Карашiri», «Караширс» и «Брянск», «Брянск», «Митарар囡 Police» . Продолжение следует... 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 Снова привлекла к себе внимание. В полдень немцы атаковали село Никитское. Атаки продолжались до вечера следующего дня, после чего, ввиду больших потерь и угрозы обхода, дивизия вынужденно отошла к селу Непрядво. 19 ноября разведотряд немецкой танковой дивизии без соприкосновения с нашими войсками достиг района деревни Коровенко и продолжал наступление на Епифань. Командование 3-й армии пыталось найти выход из сложившейся ситуации. На 20 ноября 1941 года штаб армии запланировал сходящимися ударами прибывший в район Узловой 239-й стрелковой дивизии и 41-й кап дивизии Севера, 269-й стрелковой дивизии при поддержке стрелкового полка 283-й дивизии и двух бронепоездов с юга уничтожит противника в районе Богородицка и Валова. Продолжение следует... 239-я стрелковая была вынуждена, не дожидаясь приказа, вступить в бой с колес с частями трех немецких дивизий. 269-я дивизия после проведенных боев физически не могла осуществлять наступление. 269-я дивизия после проведения. 269-я дивизия после проведения. Стрелковый полк 283-й дивизии так и не прибыл. Использование бронепоездов в наступлении без достоверной информации о состоянии железной дороги было проблематичным. Связь между 3-й армией, 239-й стрелковой и 41-й кавалерийскими дивизиями прервалась окончательно. Под давлением превосходящих сил противника 269-я дивизия отступила из села Непрядво к деревням Богоявленке и Филипповке. Для дивизии существовала опасность попадания в Клещи с севера из района села Малевка и с запада со стороны села Валова. Оставшись в одиночестве, 269-я стрелковая дивизия удержать направление не могла. К вечеру 19 ноября немцы, атаковав с запада, отбросили остатки дивизии к селу Ситки-Коломенское. Разведка немцев появилась на станции Птань. На открытом стыке западного и юго-западного фронтов назревала катастрофа. Немцы свободно могли воспользоваться разрывом между армиями и наступать дальше на восток, обходя тем самым Третью армию теперь не только с севера, но и с востока. 23 ноября немцы, не встретив сопротивления, заняли Епифань и продолжили наступать на восток силами моторизованной дивизии, дойдя к 27 ноября до Михайлова. В Епифании расположился штаб 47-го танкового корпуса немцев. Продолжение следует... Продолжение следует... Тогда же началась спереди слокация танков и мотопехоты из-под Ефремова на север. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На помощь 269-й стрелковой дивизии из последних сил, прикрывавшей район Куркино, прибыли 52-я КАВ-дивизия, 212-я стрелковая дивизия и два бронепоезда. 24 ноября для удобства управления войска были объединены в группу под командованием генерал-майора Жмаченко со штабом в селе Куркино. Части 137-й стрелковой дивизии были выдвинуты к северу от Ефремова. Между двумя группировками армии появилась слабая связь в виде боевых охранений. К 27 ноября части 212-й дивизии занимали фронт по реке Осидки. Немедленно поведя активную разведку в районе села Михайловское, дивизия достигла некоторых успехов. Активация действий северной группировки 3-й армии заставила немцев вновь направить части 47-го танкового корпуса для ликвидации угрозы с фланга. 27 ноября немецкие части начали атаки на 269-ю стрелковую дивизию, обороняющую станцию Птань. Несмотря на сильное сопротивление, в районе деревни Степановка и села Кресты 212-я дивизия выбила захватчиков из села Михайловское. 29 ноября немцы начали наступление сразу с нескольких направлений одновременно. К вечеру они прорвались с севера через боевые порядки 212-й дивизии и заняли деревню Шаховское. Комбинированным ударом с севера и севера-запада взяли станцию Птань. В это же время в районе села Большие Плоты шли атаки меньшими силами на боевое охранение частей 137-й стрелковой дивизии. Кавалеристы 52-й дивизии прикрыли Куркино с запада и обеспечили отход остатков попавших под удар частей 269-й дивизии, понесших особенно большие потери. В то время, как 5 декабря под Москвой началось грандиозное контрнаступление, танки и мотопехота немцев возобновили наступление на Куркино, пытаясь отбросить к востоку части 212-й и 269-й стрелковых дивизий. Захватчикам вновь удалось овладеть деревней Шаховское и селом Кресты. В это же время части 3-й армии у Ефремова отбивали упорные атаки противника. Поскольку к тому времени было известно о выдвижении в район северного фланга фронта 61-й армии, командование 3-й армии не стало усиливать северную группу Жмаченко. Из последних сил остатки 269-й и 212-й дивизий удерживали фронт, а 7 декабря снова выбили противника из деревни Шаховское. В эти дни немцы стали укреплять восточный берег реки Непрядба, выполняя решение Будериана о занятии обороны по линии верхней течения реки Дон, река Шат, река Упа. Начав 9-го и 10-го декабря отход от Ефремова, гитлеровцы продолжали удерживать против северной группировки 3-й армии значительные силы и даже пытались атаковать наши части. 212-я дивизия в течение 10-го декабря отбила несколько атак на свои позиции. По приказу штаба армии в ночь с 10-го на 11-е декабря 269-я дивизия сдала свой участок обороны бойцам 212-й дивизии и выдвинулась на юго-запад. Уже днем, 11-го декабря, она вышла на фронт Пронищева, Глинки, Павла Путер, Мирной, Речки, прикрывая фланг начавшей наступления 3-й армии. 13-го декабря 212-я стрелковая также перешла в наступление и овладела населенными пунктами Михайловская, Коломенская, Кукуевка, станция Птань. В соответствии с новым приказом от 14-го декабря, 212-я стрелковая дивизия с выходом частей 61-й армии на рубеж реки Непрядбы должна была сдать свой участок и форсированным маршем выдвигаться на юго-запад. Оборонительный период закончился и для северного крыла 3-й армии. Субтитры создавал DimaTorzok Войска 3-й армии приняли самое активное участие в оборонительном сражении на территории Тульской области. Ожесточенные бои, развернувшиеся в районе Куликово поле, заставили немцев отвлечь для борьбы с угрозой именно те войска, которые так были нужны им под Тулой и на Каширском направлении. Оттянув на себя значительные силы противника, наши части внесли огромный вклад в поражение наступающей 2-й танковой армии Гудериана. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok